здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня у нас начало вот этого нашего всеми ожидаемого кардигана вот я уже начала вязать и все-таки я решила видео разделить на две части чтобы вы могли начать посчитать свой размер будем считать сейчас все объясню почему то есть четких размеров я давать не буду все будет в расчете в пересчете на ваш размер и на вашу плотность и на вашу пряжу потому что оговорюсь по пряже сейчас кстати сразу же пока начала видео я рекомендую вам девчонки настоятельно посмотреть внимательно нет фоном это видео а посмотреть послушать потому что я много буду говорить и нужной информации которая влияет на результат как бы потом в процессе вот здесь есть много нюансов хотя по факту по итогу вещь будет очень простая потому что я нашла в интернете еще вот вот такой вот кардиган щик подобный вот и его я вижу но я его не снимала я его вижу как трудный вариант я потом вам его отдельно коротким видео сниму расскажу как я вязала по своему же описанию которая у меня уже есть поэтому если захотите вывод платочной вязкой его тоже свяжите молнию здесь в этом мастер-классе я покажу как сшивать молнию вот кстати еще оговорюсь что очень не помогла опять же моя подписчица благодарность большая ссылку на инстаграм я оставлю под видео в описании потому что я вам вот честно от души рекомендую завести свой блог потому что идей у очень много у человека и она щедрая на и на это все потом потому что она мне послала и схему она мне послала и ссылки на узор она мне посылала в процессе и результаты ее есть ее результат я вам тоже кстати покажу это уже во втором видео вот ссылку на эту подписчицу я вам оставлю под видео в описании она мне очень помогла и вот как как бы направила вот потому что я почему я вязала первый кардиган вот по своему описанию с капюшоном там как положено там он посложнее и как я поняла в процессе что действительно моя ирина по моему зовут подписчица права что лучше не надо делать лишних движений вот поэтому сам крой максимально будет простой не боимся этого узор тоже простой по факту и по факту я тоже взяла второй узор тот который я вам показывала об этом тоже сейчас все подробно расскажу я пробовала и все таки второй узор ссылку на автора этого узора я тоже оставлю под видео в описании это канал тоже про вязание думаю вы его все знаете не все но большинство в общем раз я вас воспользовалась узором с этого канала по рекомендации то ссылку по правилам я оставляю под видео в описании зайдите может еще чего-то найдете интересного у этого блогера вот если честно я ее не знаю ну да мне в принципе то и некогда смотреть вязали блогеров и если вижу то я смотрю сериал какой-то либо какие-то передачи и так девчонки что по материалу тоже у меня здесь очень много нюансов узоры 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 вот я вот это первый вариант который схема и который кстати я неправильно показала изнаночный ряд потому что опять же я начала вязала на работе вот образец а потом снимала дома я показала неправильно сейчас я вам покажу оба узора вы конечно выберите себе как вы хотите но вот я для сравнения показывает первый узор первый вот здесь линии идут влево да тут видно вот эти вот линия а мне не нравится кстати а здесь они вот так вот небрежно переплетаются и получается вот такая вот сетка и вот я вижу вот этим вот узором не вот этим но покажу вам сейчас оба вы девчонки вот так как я вы смотрите сколько у меня образцов лучше вы свяжите больше образцов но определитесь со спицами с плотностью с пряжей ну с плотностью в основном вот если бы у меня кстати была тонкая молния такая нежненькая я бы и был кидмохер я бы вязала вот по первому образцу вот это такой летний воздушный вариант вот этот вариант мне нравится больше всего но так как у меня пряжа вот этой вот пару мотков у меня не хватит и заказала я ну хотя я могла бы скомбинировать с вот этим вот с тем цветом что я заказала было бы очень красиво да вот ну вот вот так вот ну я вы знаете я в чехии у меня обычно обычно очень часто случается что мне приходится довольствоваться тем что у меня есть и как-то выходить из ситуации но я если честно склонилась бы к этому варианту здесь конечно первый вариант узора сделать его вторым варианта что сделала ирина вот я надеюсь что я я сейчас снимаю компьютера у меня нет телефон занят я надеюсь что я правильно говорю имя моего помощника атаку от негласного если если я ошибаюсь простите пожалуйста я выучу обязательно ваше имя вот то я бы склонилась к этой пряжи и у нее тоже было 22 по моему или альпака что-то тоненькое тоже пушистенько у нее было и одна нить пайеток вот пайеток девчонки по расходу пряжи вот если вот это и вот тоже я бы взяла упаковку здесь у нас по 50 граммов 5 мотков упаковку это 5 мотков и я думаю этого хватит если говорить о кидмохере у нас 500 метров вот здесь он 100 граммах это тысячу метров да я думаю что этого хватит вот я говорила и я вижу из пухоноски вот такая вот желтая этикетка который совсем ну пока во всяком случае сейчас ну конечно немного распушится но я уже с ним работала покупала я его в украине и это как раз тут длинный ворс неправда нет этого длинного ворса кто украине девчонки можете конечно к линии обратиться но здесь ворс не длинный видите он совсем небольшой такой хотя это кстати у меня квартира не в пуху я и не хочу вот пушистой пушистую норку поэтому я сейчас в этой модели я этим пухом норки довольна потому что здесь пониженная пушистость этой вымышленной норки и я вяжу в два сложения и добавляю одну нить вот этого вот поехать вот наш говорю если бы у меня было из чего я бы связала вот так вот и еще почему я все-таки остановилась вот именно на этом варианте 2 2 нитки пухонорки 1 поеток потому что у меня вот это плотная молния и почему-то я подозреваю что у меня я попытаюсь конечно найти потоньше и купить потоньше и больше по свет ну хотя я ее спрячу она там будет спрятана в принципе это с цветом я еще и смирюсь кстати ирина продолжила шикарный способ закрытия вот этой вот молнии вообще обалденный так что все вас ждет впереди я полностью и как бы доверилась и опять же настоятельно рекомендую завести свой блог просто я же не говорю мастер-классы возможно со временем но делиться своими тем что вы делаете и это молодец женщина вот вижу я значит этим вторым вариантом узора два сложения пухнорки вот эту нить я не добавляю я ее оставлю на шапке на носке она используется постепенно и нить поеток что хочу сказать как я вижу показываю вам свое приспособление потому что я вязала это пряжа она очень аж привык от привыкла вот так вот наматывать короче отматывать побольше пряжи да и вязать она допутается вот эти вот поетки путаются и неудобно поэтому я вот взяла творога ведерко и вот это пряжа нет детки вообще в коробке все вот вам от поведите расход большой и кстати очень удобно ничего у меня не путается моток там те матки у меня изнутри так как они катались по полу изнутри по вырезала запуталась не было ужасно неудобно я нервно больная была после вот этого кардигана опера но в общем я вот придумала такое приспособление и как раз вот вот мне сейчас комфортно клубки не касаются по полу вот эти вот клубки не путаются с этим и все отлично как раз вот он разматывается так вот идеально нигде не цепляет внутренние нити и все у меня в этом плане идеально что его рекомендую вот по расходу пряжи девчонки хорошо что мне передали с украины 10 мотков одинаковых потому что как я говорила в том видео 5 мотков 5 мотков не хватит если в две нити вот я связала вот сколько я сколько я связала совсем ничего у меня уже два мотка вот вот образцы еще и связала 15 сантиметров я всего лишь связала и вот и вот эти вот два образца вот еще хочу показать образец почему говорю лучше связи свяжите много образцов чтобы вы понимали что вам нравится больше если вы заказали вот по моим рекомендациям одну упаковку потому что я свято свято верила что одной упаковки хватит но теперь смотрю что видите вот моток 15 метров связано ну конечно же это и передняя деталь и задняя но но у нас же еще и рукава и капюшон еще много всего поэтому я не могу сказать точно вот если вы заказали одну упаковку берите одну нить этой нити и добавьте одну нить бюджетной какой-то там супер лана тиг либо лана год 800 вот одну не тачку ту одну ту и будет идеальненько и пух вам уважение лысая норкового у вас нормально если бы норку заказывали то вот так вот я вам рекомендую нам чтобы не до заказывать это я уже вижу потому что у меня так у меня даже нечем добавить я планирую в украину поэтому привезу к себе вот здесь вот смотрите половина связано в две нитки две норки и одна дополнительная с пайетками и вторая часть это одна норка и одно с пайетками что тоже очень симпатично девчонки так что и так может быть даже так так что визит вяжите образцы девчоночки далее потом будете определяться уже по образцу что вам нравится вот я лишь говорю я учитывала то что у меня толстая молния и вот такая вот тонкая полотно понятное дело что это молния вообще потянет его непонятно в какую сеть ссылку на молнии ссылку на пайетки ссылку на пух норки я вам оставлю девчонки ссылка на леночку там тоже есть спросите у неё ну пайетки это алиэкспресс вот эта норка у лены я брала с алиэкспресса тоже можно заказать вот это тоже можно кидмохер у леночки заказать молния с алиэкспресс тоже оставлю ссылку все будет под видео все вот эти ссылки то что я покупала через интернет и на лену вот в украине вот ну а теперь давайте перейдем к расчетам нет давайте сначала узор так и так узор номер один это вот этот вот узор где у нас полоски идут в определенную сторону да они вот таким вот образом давайте я вам сейчас прям и покажу как я набирала вот я набирала петли этим моим любимым способом здесь я провязала 1 2 3 8 рядов у меня всего он давайте я сейчас вам и покажу это все подробно значит количество петель всегда должно быть кратно 4 расчета я вам сейчас покажу все как я считала чтобы у вас равно ценные были полочки и спинка при этих рапортах значит число петель кратно 4 плюс 2 петли кромочные 1 2 3 4 5 6 7 8 9 мало нитки 10 11 12 13 14 это у нас образец 14 петель 3 раппорта и 2 кромочные петли то есть вот где кромочные здесь у нас мы рапорт разделяем на две половины 2 и 2 это один раппорт и здесь уже по 4 4 4 и 2 раппорта вот так резинку первый ряд вяжем резинку один на один я сейчас быстро покажу этот свой способ а вы просмотрите я тоже оставлю ссылку более медленно кто еще не знает но я думаю мои девчонки уже все знают я очень часто им пользуюсь и все уже научились этот простой способ вязания резинки второй ряд первый ряд мы провязали второй ряд кромочную снимаем здесь у нас лицевая петля вводим спицу сзади подцепляем эту петлю лицевую снимаем ее на правую спицу и вот так вот переносим на переднюю сторону изнаночную провязываем лицевую снова подцепляем переносим сюда видите край получается сейчас в изделии покажу подцепляем переношу сюда и так до конца ряда один ряд это всего лишь второй ряд мы так делаем далее мы вяжем классическую резинку один-на-один так есть медали резинка один-на-один ой я забыла что я вязала спицами 4 миллиметра вот мне так удобно но вы пробуете как бы на своих образцах и так первый ряд там вы вяжете ли у меня это 8 рядов резинки вы вяжете сколько вы хотите но я думаю вот эти 8 рядов как раз они оптимальный вариант вот так вот выглядит вот этот вот первый ряд красивенько очень да вот и резиночкой далее мы вяжем один ряд изнаночными петлями это для того чтобы начать узор он у нас не относится к узору это у нас просто начальному как бы разделение между резинкой чтобы хорошо пошел узор между резинкой и узором значит узор у нас лицевые ряды у нас все одинаковые ну то есть и первом варианте и во втором варианте поэтому я просто сейчас показываю первый вариант тут где у нас идет туда да вот эта линия это 2 вот она тут четко видно что у нас линия вот идет в одном направлении значит первый ряд 2 петли вместе с уклоном вправо я вот так вот их поворачиваем 2 накида 2 петли вместе с уклоном влево 2 петли вместе с уклоном вправо 2 накида 2 петли вместе с уклоном влево 2 петли вместе с уклоном вправо 2 накида 2 петли вместе с уклоном влево все вот первый ряд у нас три раппорта 3 большие дырки до изнаночный ряд первая петля изнаночная далее там где два накида 1 мы вяжем лицевой петлю это важно 2 мы вяжем изнаночной петли далее там где 2 изнаночные мы вот так вот подцепляем вторую изнаночную и меняем местами с 1 и провязываем сначала вторую потом первую изнаночная петля далее два накида 1 лицевую 2 изнаночная далее снова 2 изнаночные меняем местами провязываем сначала вторую потом первую лицевая изнаночная изнаночная и кромочная это второй ряд видите уже пошла вот эта линия туда третий ряд теперь у нас дырочки располагается в шахматном порядке теперь у нас разбивается рапорт на две половинки накид 2 вместе с уклоном влево теперь уже я не поворачивая петли теперь они уже повернуты каким-то образом так вот не знаю две петли вместе с уклоном вправо 2 накида 2 петли вместе с уклоном влево 2 петли вместе с уклоном вправо 2 накида 2 петли вместе с уклоном влево 2 петли вместе с уклоном вправо и 1 накид это третий ряд вот теперь он сейчас изнанку провяжем теперь потом покажу значит изнаночный ряд накид провязываем изнаночной 2 изнаночные меня местами провязываем накид 1 1 лицевой 2 изнаночной далее 2 изнаночные меняем местами 2 изнаночные накид 1 лицевая 1 изнаночная 2 изнаночные меняем местами провязываем и накид провязываем лицевой потому что он как бы первые пропорты что у нас здесь получается после третьего ряда после третьего ряда у нас видите дырки расположены в шахматном порядке вот здесь вот у нас по маленькой это значит одна большая дырка разделена на две маленькие вот по итогу у нас три раппорта если соединить и так далее этот весь рапорт но если вы хотите вот этот вот второй вариант которым вижу я то лицевой ряд вы вяжете точно так же а вот изнаночном ряду там где мы меняли вот эти петли вот вся разница состоит в этих двух изнаночных петлях вот 2 накида 1 лицевой 1 изнаночных вот здесь я подошла где 2 изнаночные петли я их провязываю 2 петли вместе изнаночной и теперь вот так вот не оставляю здесь придерживая вторую петлю и еще раз провязывая первую петлю то есть я из двух сделала 2 лицевая изнаночная 2 накида провязываю снова 2 изнаночные и беру провязываю далее отделяя вторую петлю и провязываю только первую вот в принципе все девчонки в этом заключается как бы разница вязать поначалу очень неудобно видите вот получается вот такой вот захват переброс на стыке нет в этой сплошной линии поначалу неудобно потому что три нити и вот это все такой хаос но потом вы приспосабливаетесь я поэтому у меня и спицы четверка потому что ими мне намного удобнее вязать вот при этих вот захватах я хорошо быть ведь вытягиваю петли они у меня свободны и за счет этого вот мне уже уже удобно поначалу было страшно неудобно значит вот такой вот узор вот такая вот пряжа по пряжи я думаю даже если же девчонки тут основную фишку играет вот эти вот палетки да вы можете взять любую дешевую ангора gold туда любую это в том случае если вам нужно бюджетненько вам у вас основное вложение пойдет на вот эти вот они около трех долларов один моток и если 3 мотка это 12 долларов да я согласна это не дешево но у вас получится праздничная красивая вещь и это ну вот так да так теперь что касается расчета девчонки теперь мы пройдем с вами по расчетам вот вы связали образец по мере у меня ширина 60 сантиметров всего вот это полотно у меня 120 сантиметров я набрала сейчас я вам все расскажу как считать окружность бедер бедер 100 сантиметров на свободу облегания здесь девчонки вы решаете как вы хотите либо вы вяжете вот если вы вяжете вот так вот тоненько добавьте вот как у ирины у нее очень свободный кардиганчик такой воздушный добавьте плюс 40 30 40 плюс 30 сантиметров я же вижу вот он у меня поплотнее и он будет более вот как на вот этой вот фотки вот более он такой будет по фигуре это мой вариант поэтому я добавляю плюс 20 и того все полотно у меня должно составлять 120 сантиметров я вам сейчас просто покажу ход весь расчет тогда у меня они уже есть потому что я разу буду я вам покажу как вам считать да вот первое что вы делаете окружность бедер вычислила как бы решаете вот насколько вам нужен припуск как вы хотите более такое как бы по фигуре либо более свободное как бы оверсайз если оверсайз зависимости от величины и выверсайза плюс 30 плюс 40 сантиметров это на общую как бы окружность бедер то есть у меня сто двадцать сантиметров да это стоп плюс 20 уже я начеркалась и вот умею я умею умею сто двадцать сантиметров мне нужно я связала образец вот как который я пробовала пробовала вот я решила что вот этот вот образец у меня будет ардиган такого размера значит в образце у меня 45 это 22 сантиметра я пишу 40 то есть я меряю вот я набирала на образец 40 петель и я измерила этот образец 40 петель это 22 сантиметра это измеряем нашу плотность далее что я делаю мне нужно 120 сантиметров это у меня неизвестное число на то есть я не знаю сколько петель мне набрать здесь я пишу сантиметры под сантиметрами 22 сантиметра и у нас 22 сантиметра составляет 40 петель девчонки я все видите как считаю не смейтесь потому что я снимаю на телефон и все остальное у меня калькулятор у меня в телефоне так что я считаю вот так теперь что нам нужно вот это число умножить на вот это 120 умножить на 40 это у нас 12 на 4 48 и два нуля 4800 теперь эти 4000 берем вот это число которое у нас получилось после умножения 4800 мы делим на 22 сантиметра на вот это число которое у нас осталось что же у нас здесь получается значит 2 минус 44 ну и примерно если вот так вот я возьму примерно то это тоже два у нас тут не хватает 4 очки да можно конечно разбить более точно давайте более точно попробуем 22 81 217 до петель 7 14 нет не 17 18 наверно на 18 вот это число которое у нас должно быть здесь вот 218 я вам посчитала просто округлила в том своем подсчете на 220 218 петель то есть набрать мы должны 218 но подозите у нас узор состоит раппорт кстати как пишется раппорт именно вязание с одной пыль или с двумя вот вопрос значит 4 петли нам нужно раз у нас целое как бы полотно из которого будет одна полочка 1 4 1 4 и спинка у нас 2 4 то есть все полотно у нас должно делиться на вот таких вот 4 сектора это я просто объясняю вы можете не вникать вы просто сделаете расчеты вот потому как я рассказываю сейчас значит у нас 218 петель нам нужно разбить эти петли на раппорт и при том чтобы эти раппорты делились на 4 количество раппортов делилось на 4 значит что я делаю беру вот это число которое мы вы видите я не спешу его сюда писать я буду еще его подгонять подгонять под раппорты 218 петель мне нужно набрать на 120 сантиметров я делю на 4 петли это я сейчас вычисляю количество раппортов значит 5 минус 25 54 до 16 и осталось у меня вот здесь вот кстати очень прекрасно получается но не прекрасно и две петли осталось это значит две петли кромочные казалось бы да что это все идеально у нас 54 раппорта 2 кромочные петли количество петель нам как раз идеально подходит но не тут то было девчонки 54 петли на 2 54 раппорта у нас должно быть кратно четырем потому что у нас 4 равноценных сектора значит мы 54 делим на 4 этих сектора вы можете не вникать опять же повторять те же действия и это у нас получается 1 12 и что у нас получается ось здесь 12 щитака два раппорта остается два раппорта личных два раппорта лишних это восемь петель лишних здесь уже ваше право вы либо к этим двум раппортом добавляете еще два раппорта чтобы было 4 и это значит плюс два раппорта восемь петель значит восемь петель вы сюда добавляете и набираете двести двадцать шесть петель это значит что на пару сантиметров у вас это все увеличится либо вы отнимаете восемь петель и у вас получится вот кстати у меня четко видите как бы я не считала у меня все равно я выхожу на одну и ту же цифру значит я убрала эти два раппорта и у меня получилось 12 раппортов 52 раппорта по итогу потому что я два вот этих аннулировала я от этого от этой цифры короче 218 петель я отняла 8 петель минус 8 которые лишние вы либо добавляете либо отнимать и помним что у нас уже кромочные сюда считаны вот и получается у меня двести десять петель то есть я набираю двести десять петель на все полотно здесь у меня в этих двести десяти петлях пятьдесят два раппорта плюс две кромочные что у меня здесь получатся вам сейчас покажу в чем разница что может у вас быть вот смотрите может у вас быть знаете что может у вас быть у вас может быть вот здесь вот да не два как кромочная есть может быть допустим в остатке у вас тут пять петель лишних да значит две из них вы берете на кромочную то есть вы оставляете в этих двести восемнадцать значит мы отнимаем допустим вот эти в любом случае из основного числа вы отнимаете остаток и добавляете две петли либо от остатка отнимаете две петли и отнимаете но это вот так вот то есть от общего количества петель вы отнимаете вот этот вот остаток это я просто образно как бы у меня два осталось поэтому мне пришлось только добавить эти петли вам же их нужно еще сначала остаток отнять потом добавить две петли и потом эту уже как бы эту цифру делить на раппорт и ось вернее эту цифру использовать уже уже как бы после того как вы посчитаете сколько раппортом вам нужно добавить или отнять вот кажись скажи себя правильно объяснила если что-то непонятно девчонки спрашивайте я буду еще объяснять вот вот таким вот образом далее что я сделал вот это так я посчитала сколько нужно мне петель далее все расчеты будут простенькими девчонки вот это вот самый сложный расчет во всем кардигане так что не бойтесь вот сейчас вы опустите заморочитесь а потом а потом будете вязать все девчонки я вижу дальше это будет уже в следующем видео как раз за недельку я это доведу до ума вот смотрите у меня упали петли ну и дальше вот почему я и сделала так чтобы вы могли начать вязать и я уже тут уже я уверена могу сказать про расчеты то есть я уже начала я это уже прошла вот в общем вот так вот начинайте держите а я думаю что за неделю я это все доделаю вот так вот все девчонки на сегодня я с вами прощаюсь делимся в группах в группах видео пишем комментарии ставим лайки делимся также есть функция супер спасибо если вы чему-то научились этого видео если она там была спать полезно вы можете меня поблагодарить при помощи есть там такое сердечко с мешочком денежек мешочек не надо сколько сколько вы считаете нужно в принципе это все девчонки вяжем я продолжу как только все девчонки всем пока пока с вами была вика школа рукоделия всем пока